Деньги седьмого А-класса и ведущие Сафарова Марьян и Изатулина Мирван приветствую собравшихся на сегодняшнюю встречу. Напомню, что сегодня с той сезон встреч этого учебного года называется «Завтраки с первыми». Сегодня мы приветствуем нашего уважаемого гостя. Представляем вам, у васенька нашего лицея, председателя детского общественного движения «Правогид», кандидата на пост председателя Республиканского Совета Первого Мустафина Саламата. Аплодисменты! Доброе утро всех! Вы 9 лет проучились в нашем лицее. Нам интересно, каким вы были учеником, чем любили заниматься и чем интересовались. Салавар, вспомните, пожалуйста, самый интересный эпизод в школьной жизни. Я проучился здесь в семье. Я пришел сюда во втором или третьем классе. Попал в класс в институте Масонова. Потом в пятом классе попал в Светлана Сергеевне. И я очень сильно увлекался школьным ученическим совправлением, внешней деятельностью, в общем, так сказать, жизнью активиста. Что мне запомнилось? Наверное, подготовка к мероприятию вместе с классом. Вот. Это, наверное, не отнять. Это самый яркий момент, когда мы ставили... А, 9-й класс, он помнилось, когда мы готовились к экзаменам и когда мы ставили зимнюю постановку, если не ошибаюсь. Вот 9-й класс очень тяжелый конец. Спасибо. Вы очень интересно рассказываете. Когда и от кого вы узушили о движении первых? И почему вас заинтересовало это движение? В движении первых я вообще попал случайно. Совершенно. Изначально я пришел в 183-ю гимназию, я перешел в другую школу для 10-го класса. Должно мы переехали, и там я такой говорю, у вас есть школьное ученическое совправление? Давайте я туда пойду сейчас. Будем там тусить. Мне сказали, давай лучше пойдешь в РДШ, в РДШ, в РДШ. Я такой, ага, окей, давайте попробуем. Попал в Российское движение школьников. Это было в сентябре. Потом, через месяц, я попал в ОРЭС. Это районный совет Российского движения школьников в Республике Торстан. И представлял советский район и продвигал советский район в Советском районе движения школьников. Затем меня пригласили в местное управление. Это молодежная дума, где мы организовали разнообразные мероприятия для школьников. И самый массовый у нас получилась квиз по Конституции, где пришло больше ста человек. Это, в общем, было самое массовое мероприятие для Центра детства творческого азии. И, если общим словами говоря, мы занимались тем, что мы организовали республиканские районные мероприятия. И организовывали такие мини-тусовки, мини-мероприятия для участников движения в Советском районе. Спасибо за ответ. Скажите, пожалуйста, какие интересные проекты Вы реализовали в движении первых? Какие из этих проектов были очень значимы для Вас? Я не закончил, потому что, как я все-таки попал в движение. В движение я попал потому, что меня пригласили в лагерь, в первое Казань. Я там устал по движению первых площадок и был в роли стажера на смене. Как проект, какой у меня самый напомнился проект, это... Скорее всего, это будет открытие первичек. Ну, он такой, не скажет, что прям сильный проект. Но открытие первичек больше всего запомнилось движение первых. Потому что один раз после 146 школы я прихожу в офис первых в Казань и говорю, что, ребята, слушайте, у Вас все круто, но как у Вас первички не знаю, это не то, как открывать. Мы открывали первичку в три часа. Давайте я буду ездить и помогать кто-то открывать первички. О, пытайтесь ли, давай. По итогу я объехал больше десяти школ и открыл больше всего первичек в республике Торстан. И, наверное, это больше всего меня запомнил, потому что я практически каждый день был на связи с каким-то советником школы, с какой-то школой, и помогал им открывать первички постоянно это было. Просто три школы закрыл в один день, потом еще три школы приходят и помогаешь открывать первички. Вот, это было очень интересно, так сказать, коммуникация с новыми людьми, с новыми школами. И на самом деле это очень помогло, когда делал свою агитацию в разных школах. То есть я писал, что, да, мне нужно, можно я у Вас выступлю? Окей. О, привет. Давай, без вопросов. Это было очень удобно. Спасибо за ответ. Скажите, пожалуйста, какими качествами должен обладать человек, который хочет стать одним из первых? И какие качества вызывают у молодых людей движение первых? Интересный вопрос. Качество. Тут, наверное, нет каких-то специфических качеств, но главное, чтобы у человека интересный. Если у человека есть интерес, амбиции развиваться в этом, то у него все получится. К тому же сами эти качества приходят со временем, и у тебя все получается. Само по себе движение первых, оно делалось как открытое поле, открытое организация, в которую может вступить любой человек. То есть, если ты реально хотел быть в движении первых, ты просто приходишь к советнику, либо видового организатора, и говоришь, что что вы. Здравствуйте, я вот хочу вступить в движение первого, регистрируешься на сайте все это движение, и потом просто выбираешь каких конкурсов, мероприятий в тебе участвовать. Так что здесь какие-то сверхъестественные качества нужно, просто важно, чтобы был интерес к этому. Мы знаем, что сейчас идут выборы на подпредседателя Республиканского Совета первых. Сейчас можно сказать в финал. Осталось всего два претендента. Как думаете, что вы сделали абсолютно правильно для вашего успеха в выборах, и что вы сделали по-другому, если вы могли участвовать в выборах? Я, к сожалению, вылетел на прошлом этапе, набрав 1889 голосов. Сейчас там остались Камилла Нагулина и Ислам, которые набрали 3000 голосов и 2700. Но изначально, когда я просматривал всех кандидатов, это были на самом деле самые сильные кандидаты за счет того, что у них опыта было больше, чем у меня. И если смотреть на них, кто из них сейчас выиграет, я занимаю такое промежуточное мнение, потому что может выиграть и Камила, и Ислам, смотря как он будет работать. То есть у Камиллы сейчас есть все возможности, она достаточно медийная личность, ее практически все знают. Вплоть до того, что мы с кандидатами один раз встретились, говорим, что ребята, как у вас проходят академидации? И у нас там человеком три сказали, что я прихожу в школу, сажусь, начинаю рассказывать о себе, рассказываю, 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 и начинают выкрикивать. Я за Камиллу Нуролину, я за Камиллу Нуролину, я за Ислам. И я так думаю, нифига себе, прикольно. То есть, на самом деле, их медийность достаточно высокая, и их очень много людей знают за счет участия во множестве проектов. Исламу нужно чуть-чуть постараться, чтобы ее доплять, но я верю, что у него получится. И я занимаю такое промежуточное мнение. Раскройте секрет, Салават. Кто является сильнейшим кандидатом на должность председателя Республиканского Совета Первого? Я уже озвучил ответ, потому что по факту они оба сильны, они вот так вроде практически идут, и Камилла немножко его обгоняет к Исламу в своей кандидатуре. Если Исламу немножко предложат, то он сможет и сравняться, и обогнать Камиллу. Как бы просто от того, как они будут действовать. Спасибо за ответ. Нам хотелось бы узнать о детском общественном движении «Провагид», представителем которого вы являетесь. Что это за движение, чем занимается и как можно стать его участником? «Провагид» — это вообще «Провагид» — это пространство воплощения гениальных людей. И тут есть представители его, допустим, Андрюха, Камилла, Эльвина, Эльвира. И они участники актива «Провагид». Вот, допустим, Андрюха проходил программу. Я тоже являюсь выпускником «Провагида». Я проходил седьмую лидерскую программу. И «Провагид» в основном занимается тем, что она организует лидерские программы. Эта программа направлена на развитие личных навыков, софт-скиллов. А также организация лагерей и организация мероприятий для подростков, для молодежи. Например, допустим, от 9 декабря на эту неделю у нас пройдет мастер-класс, в котором можно будет сделать шоппер. Вам дадут шоппер, вы сможете его разукрасить, кастернизировать с педагогом и забрать потом этот шоппер себе. Там будет проходить мастер-класс по вязанию и скрабутингу. Вот, у нас краски девушки, которые здесь сидят, они его ведут. Как в него попасть? На самом деле, очень просто. Вы можете перейти просто, допустим, в 9-ом мероприятии, сказать, что я хочу попасть в клаву движения. И это тоже движение для всех открыто. Мы рады всех приветствовать. И когда человек проявляет снициативу попасть в клаву, мы его всегда понимаем. 10 раз в общий слава. У каждого визера есть свое кредо, жизненный девиз. Есть ли такое девиз у вас, Савалат? Алла, поехали. На самом деле, как бы эта фраза достаточно популярная, но она именно меня заряжает, то, что, когда даже все очень плохо, и наоборот, все очень хорошо. Ты говоришь, Алла, поехали, только вперед. И для меня это значит, что мне надо никогда останавливаться, надо идти только вперед, и чтобы, как бы тебе плохо не было, с любыми трудностями можно успевать. Благодарим вас за интересный ответ. А сейчас небольшой пиздик для вас. Вам нужно будет продолжать начатые нами фразы. Вы обрадуетесь, как ребенок, когда... Я радуюсь, как ребенок, и даже возвращаюсь в родную школу. Человек не будет в вашей команде, если... Человек не будет в нашей команде? Или будет? Не будет. Не будет. Такой ситуации нет. Движение первое для вас это... Это большая дружная семья. Главное качество сильного человека это... Наверное, настойчивость и инициативность. Вы мечтаете о... Чтобы... Семечность избориться. Ваше любимое время года... Это... Ваша деятельность полезна людям, потому что... Потому что мы помогаем им развиваться, расти. Самое главное ваше достижение... Это... Наверное, то, что меня достаточно много людей знают. То, что... У меня есть компания практически повсюду и везде. Отличный близ. Возможно, у ребят есть еще вопросы. Мы объявляем микрофон свободным. Салават, привет. Привет. Как я знаю, ты сейчас являешься наставником в двух лидерских программах. ULP2 и ULP10. При этом ты в исполкоме у нас контролируешь все процессы. И в движении первых тоже занимаешь очень активную лидерскую позицию. Подскажи, пожалуйста, как ты проводишь время для себя? Как ты разгружаешься, отдыхаешь, пополняешь свою энергию? Хороший вопрос. Благодарю тебя. Наверное, как я восстанавливаюсь. Это... Вот как раз за счет того, что я именяю род деятельности. Условно, я сначала наставник. Потом я прошел в исполнительный комитет Пару Агит. Там потусил с друзьями. Потом в движении. И за счет того, что идет смена род деятельности и... Такое создание обстановки энергии вокруг этих организаций. Ты как раз таки успеваешь перезаряжаться. Вот. Не мешает ли такая твоя активная деятельность в твоей учебе? Нет. У меня одна из самых высоких успеваемостей в классе, где я учусь. А в любом случае вы какие-нибудь на другие кружки ходить, получать, может, другие какие-то виды спорта или еще куда-то в детстве. Было ли у вас какой-то интерес, чтобы все было на связи? Я в пять лет занимался флами, с пяти до один, получается, до одиннадцати лет. Потом пошел вот сюда. Вот. Также я занимался футболом. И с хобби я так особо ничего не вспомню, потому что в большинство флорты я уже занимаюсь на постоянной основе. Только я не чувствую, что это твое хобби, а ощущаешь это как прям такое уменьшение, которое тебя зажигает, и которым ты занимаешься постоянно, даже не особо. Вот. То есть, условно, я занимаюсь программированием, и это сначала было моим хобби, а потом я начал писать телекомпотов разнообразных, и мне это очень интересно этим заниматься. И я не могу это назвать, так сказать, хобби. Это реальное увлечение, потому что мне очень нравится. Что вы планируете на будущее? Как мои друзья прикалываются. Так, будущий заместитель президента, взросло, да? Вот. На самом деле, я иду в медицинский университет. И иду на участку в медпомощи. Вот. Но все мои друзья говорят, зачем ты туда идешь с твоими навыками? В Госдуму надо. Это, конечно, все круто, но людям-то, кто будет, ну как помогать, кто будет рядом с ними. Вот. А пока у меня основной сектор моей деятельности сейчас является психологией, если смотреть по сути, и общественная деятельность. Но я бы очень хотел еще добавить до медицины. Меня очень удивил, конечно, ваш выбор. Я тоже думала, что вы пойдете в его вздуман, как, по меньшей мере, будущий президент нашей республики. Вот. Расскажите, пожалуйста, откуда это все идет, ваша такая активность, где ее истоки? В школе, в семье? Может быть, вас классный руководитель так и направлял, такой активности? Активность? Здесь я, наверное, могу поблагодарить трех людей. Это Светлана Сергеевна, Николаевна и Люци Масон. Вот. Потому что Ольга Николаевна – это и тот человек, который мне, так сказать, поверил и направлял в школьном ученическом самоправлении, который меня везде пропускал, который меня везде, так сказать, засовывал, что я был практически во всех, кто не жил в школах. Светлана Сергеевна и Люци Масонова, они просто помогали с этим справиться с точки зрения учебы. Вот. Чтобы и учеба не страдала, и я успевал везде. Вот. Это, наверное, послужило основным фактором, потому что я поменял четыре школы, в общем, если смотреть, и больше всего я задержался в 146-й. В 146-м лицей. И смотря на все остальные школы, как там развивается актив, как там развивается движение, я понимаю, что администрация и классный руководитель очень большой фактор имеют на то, какой будет развиваться ребенок. Вот. И за это я вам тоже благодарю этим французом. Спасибо вам большое. На память об интересной встрече примите подарок от учеников 7-го А-класса. Коллектив лицея 146 желает вам слава, здоровья, благополучия и счастья. Спасибо большое. Спасибо большое. У меня есть с собой небольшой подарочек. Сумки. Вот. Вот такой. Это должно быть движение первого футаж-стана и ручка первого футаж-стана. И я бы хотел, так сказать, разыграть. К сожалению, экранчик у нас не работает. Ну ладно. Вот. Положи еще лекции. Друзья, как делаем? Сделаем просто за самый интересный вопрос или за Телеграм? Как вы считаете? Телеграм? Давайте, кто за Телеграм, поднимите руку. О, большинство, ладно, хорошо. Договорились. Что? Что? Хорошо. Телеграм, смотрите, он очень простой. Сначала английское S, как наше русское. Потом A, 1, A, V, A, T. Все. Все очень просто. Что? Супер. У меня фамилия Мустафин. Он не Салаван Мустафин называется, он называется Салыч. Да, 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 это был я в Тебетейке. Именно я был в Тебетейке, который продвигал свой кандидатур. Вот. Да. Что, разыграет? Подписались, успели? Да. Давай я тебе покажу картину. Камила, как ты говоришь? Камила, как ты говоришь? Все. Куда? Куда скинуть? Тебе, а, сейчас. Вот это? Писал. Камила, как ты говоришь? Вот, да, начали под последним постом ставить плюсики. Сейчас мы открываем рандомайзер. Так, у нас нифигасе. Как вас много. Так, давайте стоп, все стоп, останавливаемся. Похоже, он не особо хочет останавливаться. Выпало 196 часов. Кто 196-й? Я. Да? Договорились. Да. Я уже доставки не читал. И так. Спасибо. Спасибо. Не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, что разделили этот завтрак с нами. Приглашаем всех на общую фотографию. Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры сделал DimaTorzok